Что такое эволюция? Я с точки зрения объясню как технически подготовленный специалист. Это когда вы были вот зверюшкой, в следующей жизни стали человеком, и там умеете есть, пить и размножаться. Но вот это уже существо, оно в состоянии осмысливать некие факты и задумываться, а что же делать дальше. И вот он говорит, допустим, я сейчас ем мясо. И начинает задумываться, а можно ли без мяса? И я сейчас хочу убрать всю сторону эмоциональную этого вопроса, то есть хорошо ли, допустим, убивать других живых существ и потреблять их тела, так скажем. Ну, более, так скажем, если подняться повыше, это называется каннибализм. Это как мы бы ели себе подобных. Пока многие люди оплачивают убийство животных, для них убивают животных, и в магазинах они продают их мясо. И вот начинает задумываться, а можно ли без мяса? Уберем все эмоции, потому что начинается, ой, что же я буду делать, как-то да. Мы о таких людях не говорим, мы говорим о людях, которые спрашивают себя, можно ли без мяса, а дай-ка я попробую. И пробуют, но ни день, ни два. Допустим, он там берет 2-3 года, ставит различные эксперименты. Заменяет, не просто выбрасывает в своей жизни мясо, а заменяет различными вкусными вегетарианскими блюдами. Затем спустя какое-то время думает, а можно ли без животных продуктов, животного происхождения, мясо, рыбояйца. Выбрасывает их и готовит вкусные веганские блюда. Дело в том, что пока он вот это делает, все системы его организма меняются, и они становятся тонкими, они вибрируют на очень высокой частоте, на такой з-з-з-з. А когда вы вибрируете на высокой частоте, у вас есть возможность подключаться к источникам, которые вибрируют на такой же частоте. Если говорить о серьезно развитых людях, о серьезно развитых существах, то их частота вибрации очень высокая, это их диапазон. Это очень тонкая настройка. Эту тонкую настройку дает тонкие вещи, которые вы делаете в своей жизни. Животных убивать бесспорно плохо, но мы сейчас не об эмоциях. Давайте без этого скажем. Мясо просто грубая пища. Вот вы едите мясо, вот такой мужлан или мужланка, несмотря на то, что там мужчина-женщина. То есть каждый раз вы ставите себе какую-то новую задачу. Это и есть эволюция. Сегодня я вегетариан, завтра веган, потом сыроед, потом проноед. Без пищи это не какие-то фантастические рассказы. Просто наступает момент, когда пища, входящая в вас уже даже фрукты, становится тяжелой. То есть вы ее поели, и у вас плохое настроение. Потому что в процессе этой эволюции у вас перестраиваются тонкополевые системы. То есть убирают те системы, которые переваривали мясо, и ставят более тонкие источники для переработки различных энергий. И вегетарианцы не потому такие веселые, там, какие-то, я имею в виду, адекватных вегетарианцев, не те, которые яростно пропагандируют, там, давайте мясо есть не будем. Если вы пока едите мясо, считаете это возможным для себя, делайте, вас никто не осуждает. То есть мы воинствующих вегетарианствах, вегетарианцев мы их не берем. Так вот, вы прогрессируете, и в конце концов наступает момент, когда вы даже фрукты есть не можете. И еще, обратите внимание, что у вас есть вот такой Дмитрий Лапшинов. Обратите внимание, что этот человек очень серьезно занимался спортом до того момента, пока он перестал есть пищу. То есть жирный праноед – это вообще нереально. Даже жирный вегетарианец, ну это еще там полненький, куда не шло, пока он решает свои вопросы. То есть занимаетесь физической нагрузкой. Потому что когда вы загружаете себя, не в бассейне там попой повертели, типа я плаваю там, как шутит Григорий, 10 раз в год, и вы типа спортсменка. А серьезно, йога, цигун, тайцзы, там, кунг-фу, чем вы занимаетесь, пробежки. Дело в том, что во время пробежек ваши системы начинают работать в таком режиме, когда у них есть возможность аккумулировать и выдавливать из себя яды. Именно поэтому, когда вы бежите, начинает течь нос или потом, потому что аккумуляция ядов произошла, и она начинает выбрасываться через системы. То есть даже если вы вегетарианец и веган, даже если вы сыроед, но вы сидите дома и съедите сыроедческие шоколадки, как я позволила себе такой момент и проиграла, так скажем, в этой битве, то никуда не выходите достаточно часто, не занимаетесь спортом, то будете жирным сыроедом, можно так сказать. Поэтому работают только комплексы всегда. Не работают, вот я не ем мясо, я уже крутой. Комплекс работает. Можно нагружать себя физически, регулярно чистить свои внутренние органы, есть правильную пищу, общаться с интересными людьми, потому что у нас очень много тонких полевых систем, и каждому из них нужна своя пища. То есть вы все это можете делать, но если вы регулярно не ходите, с кем-то интересным не общаетесь, не обмениваетесь энергетикой, то это тоже небольшой прогресс. В общем, наступает момент, когда вы просто не сможете. Как это проверить, то, что я говорю? Потому что это можно проверить. Вот сейчас кто-то из вас еще ест мясо, вы просто перестаньте его есть. И сделайте себе вкусный вегетарианский стол. Не как для свиней на стол, типа бросил траву там, нарубал какой-то морковки, как поросят. Знаете, кормят хорошие, доброжелательные люди, кормят своих поросят хорошо. Кидал, типа это вегетарианство, не вегетарианство. Вегетарианство это вот вы заходите, у вас вегетарианские блюда стоят, и мясоед говорит, да ну ваше мясо, и начинает это кушать. То есть научитесь готовить так вкусно, чтобы это не вызывало у вас, типа как же я без мяса теперь буду жить. Вы вот проживете какое-то время, потом посмотрите на мясо, почувствуете, что с вами будет. У вас будет такая легкая тошнота. Потом следующее веганство. То есть когда вы уже отказываетесь от молока, яиц, рыбы, для вас это тяжело. Вы какое-то время едите вот так вот, потом смотрите на молоко и даже пробуете. Я вот свой опыт рассказываю. Пробуешь молоко, съедаешь яйцо, и тебе 4 часа плохо. Ты сидишь, ты не хочешь работать, ты не хочешь никому звонить, ты злющий почему-то становишься. Думаешь, да ну его эти яйца. Я про себя рассказываю, были срывы, я пыталась есть то, пыталась есть то, и в конце концов вот сейчас пришла к выводу, что с экспериментами они бессмысленны. Вы их делаете, но вы придете к моменту, когда вы скажете, нет, спасибо, не надо. У меня вчера был хороший тест, мы вчера гуляли в Павловске, потом поехали в Троицкий мост покушать. И я целенаправленно работаю с этими вопросами, то есть с самоконтролем, так скажем. Вчера ребята сидят, едят, я вот на них смотрю, я тоже есть хотела, была голодна. Но я смотрю, и я понимаю, что уже даже если я буду голодна, я лучше буду переживать эти эмоции, чем это съем. И внутри была радость, то есть обычно вот, типа, а мне здесь покушать нечего, там сырого бы хотелось, но это не сыроедное кафе. И было такое сожаление, и сожаление позволяло откатываться назад. Вчера, когда я сидела уже, я просто работу делала определенную в этом направлении, наблюдая за собой, много экспериментов провожу, я уже поняла, что из меня идет радость, и я не буду это есть. То есть я поем в другом месте, поем там дома, мне будет тяжело, мне будет плохо. Просто начинайте ставить над собой эксперименты, и вы поймете, что я рассказываю у них фантастические вещи. Хотя бы начните, вегетарианство, потом веганство, потом сыроедение. Вы сыроедение, когда уже даже у меня бывают ситуации, когда я нахожусь в местах, где нет, допустим, сырой еды, вот мы были на Бали, жареный рис, и тут жареный рис, в горах жареный рис, и в низинах жареный рис. Мы уже, когда врывались в какой-то город, где была хотя бы горстка фруктов, то было просто счастье. Вот ешь этот жареный рис, тебе просто плохо. Постоянно каждый день плохо, и грустно, у тебя плохое настроение. Фрукт съел, все хорошо, веселый. Только надо готовить так, чтобы у вас не было потребности хвататься за всякую гадость, которая вам уже не нужна. То есть то же самое сыроедение, это же такой стол, ну вот, я не знаю, вкусный. Вот, Игорь, наблюдал же, скажи, это просто вкуснотень. У меня был опыт продолжения этой темы. После первого семинара на Ковод, на котором я был, и там было три дня, но после этого это был ноябрь, получается, прошлого года назад. И я перестал есть мясо. А потом получилось так, что буквально месяца три назад попал тогда в компанию с уважаемыми людьми, и получилось, у нас трое. Ясно. Да, и меня, то есть, как бы пригласили поговорить, то есть тогда провести переговоры важные, то есть тогда там уважаемое должностное лицо, то есть там Чин, вот, это друг, который там, а он любитель дичи, то есть тогда всякое. Ну, получилось время обеда, то есть там, и они сели, как бы, то есть там кушать, но и мне-то неудобно, то есть, да, вроде. Там что-то супчик был какой-то, из оленины, там, или еще что-то, то есть там, да, перепела. Вот. Мне деваться некуда, то есть там, я говорю, слушайте, то есть я вообще, вот, отказался от мяса, ну, типа там, ладно, один раз, то есть тогда можно. Наливайте. Да, 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 да. Наливайте, то есть как бы, да. Вот. И я, как бы, то есть, ну, пока в процессе там разговаривали, там общались, я этого супа поел, там, и мне было после этого так плохо до конца дня, да, я, то есть, как бы, все, сказал, что бы я еще мясо ел, ни один, то есть тогда позовут Владимира Владимировича Путина, скажут, давай вот с ним там посиди, то есть тогда, с кем бы там это, ну, точно все этого есть не буду, потому что вот отторжение организма уже было такое, то есть тогда явно, что, ну, смысла нету просто. Да, поэтому, как бы, ну... То есть это не стоит того, чтобы потом... Внутреннее состояние, то есть там, насколько становится плохим, то есть я так плохо чувствую, что понимаешь, то есть, ну, нет вообще резона никакого. Поэтому, как бы, вопрос, это лишь, ну, такого уровня внутренней готовности, да и все, оно постепенно формируется, да, и ты потом стоишь перед выбором, то есть, а надо ли это, нет смысла. Стоит ли это того, да? Потому что можно же культурно объяснить людям, допустим, по состоянию здоровья. Не, не было проблем, то есть там у меня на самом деле, то есть там у меня было, то есть там, о чем ты говоришь, да, то есть там у меня тоже экспериментирую, поэтому было интересно, то есть, ну, там вот восемь месяцев не ел, то есть, да, ну, там ничего страшного, там попробую. И тут там бум, и думаю, нифига себе, нет, точно не хочу больше. То есть все реально, вы проверьте, я знаю, что вы придерживаетесь, да. Я уже в прошлый раз скрещивала, и почему именно по питанию меня ударило, в хорошем смысле слова, потому что это первоснова в жизни. А что именно ударило? Ну, я была вегетарианке уже, все. Но я, у меня муж, он совсем сибиричный, то есть ничего, только домашнее, да, я не могла поместь, как он могла от шоколада, как он отказаться, от тортиков, от мороженого, ну, магазинов. И мне сложно было себя это достанет. А все через там пару недель меня просто колоритет минерал, и я поняла, что это не нужно. Про раскрещивание вопрос задел. Почему именно по питанию так, потому что не по другим, не по здоровью там. По поводу раскрещивания. Хорошо, что спросили, у нас новый проект на подходе. Дело в том, что во время раскрещивания, само раскрещивание, это процентов 10. Во время раскрещивания происходит демонтаж с ваших тонкополевых систем конструкции, которые несут демоническую природу. Поэтому так меняется жизнь. Потому что по сравнению с остальными демонами, которые имеются в мироздании, христианство, это такой маленький, маленький, как бы, маленький демоненок. Но дело в том, что благодаря именно тому, что... почему к вам прицепился этот демоненок? Я говорю о религии, где нужно быть чьим-то рабом, допустим, божьим рабом, потому что я не имею ничего против к религиям, где людей учат светлому, чистому и прекрасному. Но вот таких вещей надо стараться избегать. Если встречается подобная религия, где вас учат быть чьим-то рабом или рабыней, если бы у вас не было этих конструкций, несущих демоническую природу, которые вы накопили за прошлые жизни и за эту жизнь, то к вам бы не прицепилось христианство. И если снимаешь христианство, нужно демонтировать все остальное, чтобы оно больше не прицепилось. И когда мы демонтировали все остальное, убрали бы затем христианство, у вас тонкополевые системы, что получили свободу. Потому что на самом деле вот ваше естественное это питание, что вы сейчас отказались от магазинового, мороженого, это и были вы. Просто как работают демоны? Демоны блокируют вас все, чтобы вы, не дай бог, к Богу не подключились. Это их задача. Когда все заблокировано, вы начинаете совершать ошибки. Вместо того, чтобы сделать дома вкусную мороженку, сыроедную там или какую-то... Я сейчас все дома делаю шоколадный мороженый, и хорошо себя чувствую. Иискать под коровку молоко. Им это не нужно было, чтобы все вот это хорошее, потому что когда вы потребляете хорошее, вы внутри становитесь хорошим. Дело вот... Любое взять вещь, допустим, яблоко. Как выглядит яблоко на том комплане? Вы едите яблоко. Яблоко на том комплане выглядит как некая энергоструктура, она достаточно большая, там метр, допустим, в высоту. И вот... Ну, это, так скажем, некий прямоугольник, наполненный разным оборудованием. Так выглядит яблоко. Это если... Когда откроется зрение, вы увидите все эти системы. И вы едите яблоко, и этот прямоугольник из определенной точки пространства входит в вашу голограмму. Неважно, там съели вы яблочко с улицы, не надо... Его не нужно присылать из другого галактики. Вы просто берете, и у яблока есть голограмма, которая хранится в неком хранилище, именно у этого яблока. Вы его едите, и в вашу голограмму входит галлографическая структура вот этого прямоугольника. Дальше он начинает распаковываться. Он распаковывается и монтируется в ваше внутреннее яйцо. Из него достается различное оборудование, которое тоже монтируется в ваше внутреннее яйцо. И вы становитесь сутью как бы яблока. Что происходит, когда вы едите убитую корову? Убитая корова испытала много страданий. И когда ее уже рожали, отняли от мамы этого теленка, чтобы, не дай бог, молоко маме не досталось теленку, чтобы другие люди ей пили это молоко, теленок испытывает страдания, и его тонкоматериальная структура, голограмма, превращаются в комок ужаса, кошмара, издевательств, насилия и всякого вот такого действия. И еще когда его убивают, он же понимает, он испытывает негатив, у него есть, так скажем, претензия к Богу за то, что его убивают. Но не претензия, он посылает запрос, то что не совершают насилие. И поскольку теленок находится здесь, здесь у нас действует закон кармы, там другие законы, там уже законы дхармы, наверное, да? Григорь сейчас расскажет чуть-чуть попозже об этом. Здесь законы кармы. Мы, теленок сюда попал, это, давайте так назовем, дикий мир, не будем этого стесняться, где живые существа убивают друг друга и преследуют для того, чтобы отжать побольше для себя энергии или какого-нибудь себе благости или барахла. Благости в виде, так называемой благости, в виде материальных средств, денег, власти, славы, или чего-то там еще. И общество делится на разные прослойки. Есть более адекватные люди, есть менее адекватные люди. И когда они становятся совсем адекватными, они воплощаются уже в других мирах, здесь им делать нечего. А здесь вот пока такой дикий мир, где вы каждый себя проверяете. Хочу я все-таки вот этих вещей или хочу я каких-то других серьезных вещей? Так вот теленок превращается в комок этой боли. Его голограмма выглядит именно таким ужасом. Потом в него пихают же ГМО. Что такое ГМО? ГМО-кукуруза – это уродливое образование, тоже такой прямоугольник, наполненный всякими какашками, которые воняют. И ГМО-кукуруза выглядит как… Вот прилетает такой прямоугольник, это как хранилище, как оболочка. Там вот такие стержни внутри ГМО-кукуруза с вот такими зубьями. Вот таких стержней много. Кошелочка. Перевернутая ГМО-кукуруза, короче. И когда вы едите мясо, которое съел теленок, мясо теленка, которое съел ГМО-кукурузу, дело в том, что ГМО-кукуруза уже вошла в его структуру, ведь он когда рождается, он хороший, затем в него ковмят ГМО-кукурузы, в него входит эта елочка, эта ГМО-кукуруза вошла в него, и дело в том, что когда распаковывается оболочка, вот эти две вещи, у нас еще тут такая перегородка, она вот так вот раскрывается снизу, входит в ваше яйцо и разрывает оболочку яйца. Для чего? С разорванной оболочкой яйца демонам легче войти в него. То есть когда я смотрю на какие-то вещи на тонком плане, я же не знаю, их демон сделал, или какое-то светлое существо, я просто смотрю суть явления. То есть почему, когда ешь яблочко, допустим, не знаю, давайте назовем его предмет номер один яблок, а это предмет номер два. У меня по этому поводу нет эмоций, я технический специалист, просто вижу предмет номер один, вошел в структуру, распаковался, яйцо укрепилось. Предмет номер два, вошел в структуру, распаковался, эти гроздья разорвали яйцо, и я смотрю уже на яйцо, приземляются некие товарищи, которые у нас входит в яйцо в человека, и начинают там обустраиваться и свои дела делать. То есть я все это к чему веду? К тому, что фраза, помните, как звучала изначально, «разделяй и властвуй». Вот у нас фраза, так говорю, нас как-то кураторы остановили. Фраза изначально звучала так, «разделяй энергии и властвуй над своим сознанием». Что такое ваше сознание? Это все, что находится в вашем теле, вы принимаете решение, вот каждый раз делаете выбор, как Игорь. Игорь почему не смог сделать выбор окончательный? Потому что кое-что еще не сформировалось, что-то еще надо вытащить, и тогда он будет хозяином внутри себя. То есть он просто скажет, не знаю, будет сидеть Господь Бог перед ним. Скажет, давай миска, Игорь скажет, слушай, не сегодня. Ну в шутку как-то, как захочет. И задача… Смогу ли отказать ему? Богу? Сможешь. Потому что если Бог предлагает что-то, что противоречит твоей природе, и ты об этом знаешь, можно же спросить и поговорить на эту тему, прежде чем совершить действие. То есть дело… Он же может просто тестировать тебя. Видите? Да. Таким вещам нужно быть готовым. Про ГМО кукурузу поняли? То есть… И когда вы едите этого теленка, в вас ходит вот этот комок насилия, который в вашей структуре делает комок насилия внутри. И ладно бы у одного теленка. Вы каждый день едите то коровку, то собачку, то петушка, то еще кого-нибудь. И вы наполнены всем вот этим насилием. Дело в том, что у человека есть одно тонкое тело, которое, чтобы человек не помер, вместо своей функции, которую он несет, я сейчас о ней не буду, оно аккумулирует в себя все трубники, которые вы потребляете. То есть одно из ваших тонких тел полностью наполнено трупами. Вот такими конструкциями. То есть оно в физическом плане выглядит как трупняк, а на тонком плане выглядит как такое оборудование. Я на человек, когда смотрю, это просто склад. И когда встречаемся, я понимаю, что тут говорить пока еще о многих вещах рано. Тут там говорить надо, он говорит, ну как дела, ну плохо там, да, то не работает, здесь проблемы, тут какие-то вопросы надо решать. Ну, поговорили, разошлись, говорить не о чем. Можно что-то. Только когда вы принимаете решение, допустим, не есть больше животных, и оно окончательно, потому что могут быть откаты. И когда еще откаты есть, вам чистить это тело не будут. Все входит? Все входит, да. То есть трупники уже вычищены, допустим, продолжаешь потреблять яйца, откладываются яйца. Куриное яйцо тоже так выглядит, ну, не знаю. Они все приходят в квадратных контейнерах, а куриное яйцо, оно вот снизу такое, и вот у него такие вот тут вот так. И, ну, я примерно, конечно, я не художник. Здесь у него тоже такой пушок выглядит, как бы, тоже смешно достаточно. Это тоже не штука, которая вам позволит Бога услышать. Это вещь, которая вам позволит делать кое-какие функции, но невысокочастотные. В общем, едите яйца, эти мяса, перестали есть яйца, они тоже будут складироваться в этом теле. Я помню, когда я завершила с мясом, яйцами, продуктами животного происхождения, приходили те, кто очистил тонкое тело. Это было просто невыносимо. Трое суток, сплошная вонь, каждые полчаса приходилось стирать одежду, потому что, вот ты сидишь, а там вычисляли очередную порцию, и ты чувствуешь, я говорю, ходит по квартире и так делает. Я понимаю, что все, полчаса надо это менять. Они не придут и не почистят вас, пока вы этим делом занимаетесь. Еще раз хочу сказать, что мы не говорим, что мясо есть плохо, яйца есть плохо. Делайте все, что хотите. Просто когда вы приходите с какой-то конкретной проблемой, и мы о ней разговариваем, мы вам рассказываем то, что влияет в вашей жизни на эту проблему. А что вы с этой информацией будете делать, вы решайте сами. Мы просто рассказываем технические подробности, вещей. Это как в ответ вопрос, ваш про еды. Пить пищи можно и нужно, и оно придет. Но еще просьба, не надо из себя строить, завтра я проноед. Это вообще, это хороший опыт, интересный, но поедите последовательно. Сегодня отказались от этого, но не просто выкинули свою жизнь, а заменили чем-то таким, что думаешь, что я раньше ела. У меня вот в семье люди немножко сильно собой не занимаются, немножко распущены, так скажем. Мама 100 килограмм, брат 120. Но мама похудела, потому что за плохо. Я смотрела на них, и я не хотела быть такой. Я себе всю жизнь отказывала. В тортиках. Ну, знаете же, девушки любят сладкое. Да и мужчины тоже любят сладкое. Но девушки вообще, мы любим красивое и вкусное что-нибудь. Отказывала себе во всяких вкусняшках. Я жила в постоянном страдании. Постоянном, потому что подружка ест, а я на маму свою вспоминаю, что она 100 килограмм. Я думаю, нет, и постоянное страдание. Берешь в кафе, она вкусно покушала, у нее настроение хорошее, а у меня плохое. И когда я перешла на сыроедение, когда я стала учиться готовить сыроедческие вещи, говорят, вы сыроедение сможете позволить себе все. А вот просто все. Я даже не понимаю, как я ужасно так жила всю жизнь. Почему у нас не было этой информации? То есть любые торты и любую еду, и такая вкуснотей, и такая сытость кругом. И я не 100 килограмм. Но вот маме никак не объяснить. Тяжело. Без пищи поняли? Игорь Гурец, я тоже хотела попросить вопросы все разворачивать в бытовую энергетику, чтобы по поводу сна. Давайте поговорим. Но спать не будем. Потом я про йогу. Игорь спросил, что... Да, что такое сон? Какая часть это в человеке, какая функция для человека, смысл, значение. Ну и бытовое, приведение земное, я так понимаю. Многоплановый вопрос. Как это в обыденной жизни, то есть тогда может быть либо полезно, либо наоборот неполезно. Смотря какие тонкие тела у тебя развиты. Вот у меня развиты некоторые тонкие тела, благодаря которым я могу путешествовать по разным диапазонам частот, к которым у меня есть доступ. Я была в прошлом году, была на самом верхнем диапазоне частот планетарной, они всякие разные, и есть верхний диапазон, где живут более-менее уже совсем адекватные сущности. Да, про сны. То есть ты ложишься, тонкое тело отделяется от тебя, но сознание остаётся, оно уже развито, и оно не обязательно может засыпать. И ты вот в этом теле можешь пересекать диапазоны и попадать в разные интересные места. Я помню, заснула, очнулась, сижу сижу на такая стена, и там вот дальше вот грязь какая-то, серость непонятная, но там вот один мир, а я сижу на этой стене, здесь такой пропускной пункт на стене. И открываю, потому что, чтобы войти вовнутрь другого мира, нужно получить пропуск, и там вот такой пропускной пункт, и я, значит, хочу забрать оттуда некоторые вещи. И вдруг сзади слышу такое слово «Воруешь?» А я очнулась именно в тот момент, когда я что-то брала. Поворачиваю вот так вот голову, там стоят двое мужчин, там делятся на мужчин и женщин еще, один такой помладший, второй постарше, на одну лет 25, второй где-то лет там 20. Тот вот, который 25, он так смотрит на меня и говорит «Воруешь?» Он думал, что я с того мира пришла и у них на что-то спереть. Я говорю «Да нет, беру пароль, потому что пройти надо». Он говорит «Ну, давай, давай, бери, потому что если ты можешь взять пароль, у тебя есть код доступа, ты его возьмешь». Ну, беру пароль, прохожу. И прошла. И вот я девочкам писала в чате, сейчас, может, не буду глубоко уходить, потому что вопросов много, и рассказывала, как я посетила вот данное мероприятие, что там интересно, там у них город, и дальше только горы и небы, то есть больше нет ничего. Это вот самый-самый верхний диапазон. Я там не часто бываю, потому что мне тоже надо работать над собой. Вот был такой интересный опыт. А потом, когда я уже спускалась, чтобы спуститься, а то там есть специальные тоннели, ты по ним спускаешься. Я помню, когда уже ныряла в свой диапазон, в общем, там перед нашим земным диапазоном, там наверху ходят такие специальные машины, они похожи на большие поливальные, но они по-другому немножко сделаны, очень высокотехнологичные, потому что они моют сразу большие пространства. И они моют от наших астральных вот этих всех всяких хамств, грязи, вот этой грубости, вот этих там «слышь, ты иди сюда», и от всяких вот этих скандалов. Мы такое количество накопили грязи, что нам просто даже голову не выходят, ни понюхать, ни посмотреть на это небо. И вот мы живём в этой оболочке, покрытой буквально вот грязью. Там есть поливальные машины, которые пытаются хотя бы как-то оборудованием сделать, как-то раскидать по разным углам. И это всё нам придётся переработать. Кто вообще, что такое человек? Это энергоперерабатывающая машина. Вот сказали тебе, допустим, вчера случай вот был интересный. Мне одна девушка сказала там, «Слышь, ты, я тебя зову, ты чего меня, не слышишь?» То есть это такой как бы посыл, не очень, в общем-то, вежливый. Можно реагировать двумя способами. Можно сказать, да, там, отвали, я занята, попозже подойди. И вот эта астральная вот эта грязь, которая опять пойдёт в этот диапазон. А можно сказать, вежливо и доброжелательно сказать, ну, немножко как бы остро выражаешься. Подожди, я вот этот разговор закончу, мы продолжим. То есть вам приходит всё время какой-то энергопосыл. Как вы его трансформируете внутри себя, и что вы выдадите в мир, так вы себя и сформируете. То есть даже если вам сказали, там, вы плохое или оскорбили, а видели, что-то украли, ваша задача быть спокойным, переработать это и понять, что с этим делать. То есть ответить точно так же, ответить как-то по-другому. Ваша задача сохранить доброжелательное или нейтральное отношение. Это не просто, но вот, короче, грязюка тут кругом. И мы же это сами накидали, в прошлых жизнях, в этой жизни. Это всё придётся взять и переработать. Поэтому каждый раз к вам приходит что-то некрасивое или неприятное, необязательно это принимать, становиться, успокоиться и хотя бы не выдавать то же самое в ответ. Хотя бывают ситуации, когда нужно решение принимать, мол, не нужно, да, Игорь? Ну, бежит на тебя сумасшедшая с топором. И вы говорите, извините, пожалуйста, не могли бы вы пробежать мимо. Не могли бы отдать ваш топор. Да. Нужно принимать конкретные действия. Григорий, что ты нам проснул? Сон, это, прежде всего, это время, когда человек чистится. Всего в течение дня обычный человек набирает какую-то информацию. То есть он работает в сфере. То есть каждый человек является источником информации. И информацией является то, что он делает, что он думает, куда он стремится. То есть полученный опыт. И такие, скажем так, информационные клубочки, они в мире все равно с другого сталкиваются, информация в друг друга входит. Вот мы за день набираем огромное количество информации. Очень огромное. Я не имею в виду там йогов каких-то, не имею в виду там учителей, там мастеров, среди статистических человек. То есть 99,9% населения. Огромный клубком информации. Причем эта информация, как правило, не обработанная. Это как бы некие сырые данные, которые человек собрал. То есть там, может быть, обычно процент, два-три информации это переработано. Вот он ложится спать, а это есть. То есть эта информация, не нужно что-то делать. Ну это как, вот, нельзя просто, например, создать машину и бросить ее. Вот. Или просто, знаю... построить электростанцию, дать разряд и исчезнуть. Это будет все равно работать. И то, что мы накопили за день, куда-то нужно девать. Мы ложимся спать, и первое, что делается, это нас пытаются почистить от того, что собралось. Мы, кроме того, что мы набираем информацию, информационные потоки заря, мы еще набираем еще и грязь. То есть грязь есть эмоциональная, грязь есть... Ну, есть такой психический уровень, и он делится на много разных порядков. И на каждом порядке есть свои чистые вибрации, есть грязь. Ментальная, астральная, есть тонко-психические еще слои. И вот мы за день это набираем. И в конце дня, чтобы мы быстро не умирали, надо хотя бы какую-то часть этой грязи снимать. Чтобы эту часть этой грязи снимать, мы должны какую-то часть этого опыта переосмыслить. Для того, чтобы мы его переосмыслили, нужно какие-то условия создать. И вы попадаете в сне, в ту ситуацию, где эта переработка идет. Если вы в обычном мире сами выбираете, то есть есть какая-то коэффициент свободы, и он относительно высокий, то попадая во сне, вы попадаете в ту среду, которую вы накопили за день. Я не имею в виду тех, кто работает с осудными сновидениями, с магами. Обычный человек. Он попадает в ту среду, где вот это перерабатывается. Информация, которую он скопил за день, его ставят условия, чтобы он ее перерабатывал. То есть если была агрессия, то эта агрессия сохраняется, встать ситуацию, где эта агрессия будет выходить. Потом с этой агрессией столкнется. Если там что-то было низкочастотное, это низкочастотное, через сон будет выходить. То есть если это человек светлый и легкий, то есть он приподнимается над мирами, то есть может быть у него заряда что-то накоплено, и он может получить какой-то возвышенный психический опыт, что-то увидеть интересное, отдохнуть, набраться эмоционального опыта какого-то, набраться эмоционального заряда. То есть обычный человек, его сначала очищают. Есть механическая очистка, которая происходит сама по себе автоматически. Если человек еще перед сном не наелся какого-нибудь мяса, не выпил алкоголя, потому что он выпил алкоголь и мясо, то это как вроде в реанимацию попадают, и там раз, о, это вышло, что с этим делать? На нем грязит и висит очень огромное количество. И какой-то момент, какой-то процесс идет в чистке. Когда вот это прошло, у нас у сна есть несколько разных уровней. На первых уровнях его просто тупо чистят, чтобы вообще в астрал вышло что-то более или менее живое. На следующих уровнях он начинает сталкиваться с тем, что он накопил один. И чтобы это отработать, эту информацию, он должен что-то переосмыслить. Он ставится в какую-то ситуацию, а во сне все быстрее идет, чем в обычном мире, и там обычно динамика больше. Идет какая-то переработка, и что-то удается снять, потому что какие-то вещи с человека можно просто почистить, как в душе, а какие-то вещи снимаются только тогда, когда человек этот опыт пережил и что-то немножко переосмыслил. Таких переосмыслений во сне зачастую больше, чем в реальной жизни. То есть во сне у вас снимаются определенные даже ограничители. То есть если ограничители, связанные с восприятием и на разных уровнях сознания, их разное количество. На земном уровне достаточно много. Если вы опустите в нижний астрал, там будет еще больше. Эти ограничители, если на вас что-то есть, они там могут активироваться. На каждом уровне есть диапазон допустимого использования. И на каждом диапазоне что-то включается, что-то выключается. Есть такие вещи, которые обычному человеку в этом мире сложно включить. То есть у него не накоплены тонкие тела, которые это могут включить. Выходя в астрал, с него снимается часть нагрузки, и это может работать. Почему, например, люди многие во сне летают? А здесь не могут. То есть определенные ограничения во сне снимаются. Потому что во сне, у кого, например, были осознанные сновидения, то вы, наверное, вкус чувствовали, то есть вы, наверное, в туалет хотели, то есть вы чувствовали тяжесть предметов, их плотность, яркость, например. То есть все эти процессы, они тоже идут. Благодаря тому, что с вас что-то снимается, вы можете что-то переработать. И во сне появляется возможность еще какую-то информацию переработать. У вас снимается какое-то ограничение, у вас включаются процессы дополнительного самоочищения. Есть разные виды снов. Бывает такой сон, когда человек просто в черную падает в бездну, засыпает, просыпается с утра. Это те случаи, когда он израсходовал свои ресурсы основные за день. Он просто тело тупо отдыхает и там по возможности его чистят. Если у него остался какой-то зазор энергии более-менее после дня, то он выходит в астральные миры и там что-то пытается делать. В этом случае происходят какие-то процессы, связанные и с чисткой, и с набором информации, и переосмыслением. Бывают случаи, когда у человека повышенный уровень энергии в момент сна его приподнимает в какую-то более высокую зону. А в этой высокой зоне можно переработать что-то такое, что он в обычной жизни отработать не может. То есть какие-то специальные условия создаются, потому что у нас вторая нет такой прямой смерти, нет такого прямого отравления, то есть там все немножко плавное, более текучее. И задача сна, то есть это первое, это вас почистить, потому что это банально. Человек, живущий в городе, очень много набирает грязи. То есть первое, это вас почистить. Второе, снять грязь не нижнего баланса, а снять грязь на уровне эмоционально-психического тела. Есть такое понятие, его называют, ну не раем, а локом, то пространство, куда попадает человек после смерти. Обычный человек среднестатистически попадает в место, где его просто так же точно чистят, и где душа его, скажем так, на тонком эмоциональном плане снимает то напряжение, которое получило за жизнь. То есть большинство людей этого напряжение прилично собирают. В следующей жизни родиться чистым ребенком. Вы думаете, ребенок рождается, он такой веселый, маленький, милый, думаете, он просто так таким родился, только потому, что он родился. Не потому тут это произошло, а потому, что его там еще чистили, он попадает в определенную среду. Очень интересно про это было рассказано у Светланы Левашовой. Она попадает в некий океан, океан спокойствия, и он в этом океане спокойствия, вот душа его, все его структуры очищаются. Причем люди, говорится, в том свете находятся достаточно долго, и после земной жизни, там, длительностью максимум, предположим, 100 лет, он достаточно долго очищается. То есть, эти подобные процессы есть они и в Австралии, которые существуют на уровне сна. То есть, на уровне сна вы можете подниматься вот с первого этажика до, предположим, до десятого. На пятом этажике можно поднять такие вещи, про которые рассказывала Лена. Можно, в принципе, подняться и даже немножко над планетарным уровнем. Но над планетарным уровнем обычно это уровень мага или человек, который очень большие способности. То есть, есть тонкие тела, которые могут выходить за пределы. А специальные ключи есть. В оболочке каждого человека, когда он растет, появляются тонкие тела. А тонкие тела это своего рода ключики. Вот, чтобы выйти в следующую сферу, у вас на оболочке эти ключи якобы враслые, как кристальчики. Вот вы ходите в оболочку, есть ключики, они его открывают автоматически. Вот вы, конечно, если вы человек осознанный, вы можете их не открывать и оставаться на том уровне, которое вы нашли. Если вы на уровне сна, есть много разных оболочек. Если заниматься осознанными сновидениями и подняться повыше, там есть такие места, где яркость объектов такая, что может быть поярче, чем вы видите сейчас. Настолько все насыщено. То есть, насыщенные цвета, насыщенный вкус, насыщенное переживание действительности. Я вам скажу, что даже это может быть на порядок больше. Я просто выше не поднимался, где ощущение того, что вы видите и чувствуете, такое, но как будто, не знаю, я не баловался сильно алкоголем, поэтому, ну, как вот говорят, наркотик приняли, и все, у вас, у меня были знакомые, которые принимали наркотик. Что такое все замечательное, все зеленое, тебя от всего тащат, тебе радостно от всего. Ну вот на уровне банального. Такое бывает на уровне медитации у людей. Вы попадаете в тот мир, где все это происходит, где можно получить удовольствие от жизни, как вы в кино сходили, у вас эмоциональный всплеск лет позитивный. Можно получить удовольствие только просто потому, что вы находитесь в среде в этой. Налево посмотрите, вам хорошо, направо хорошо. Вот во сне также есть возможность выйти на этот уровень, где вы получите эмоционально-психический уровень. То есть вы, если во сне попадаете в такую зону, то есть это вроде того, как вы в течение 10 часов смотрели какие-то очень приятные фильмы, которые вас эмоционально-психически зарядили. Вы просыпаетесь с утра, и вы хотите дерзать уже, идти что-нибудь там делать. Вот во сне могут проходить разные процессы. В первую очередь, это процесс чистки. Второй, это на эмоционально-психическом уровне у вас проходят уроки еще какие-то. Уроки, связанные с вашей деятельностью на земле. Бывают даже случаи, когда всплывает карма, и на уровне сне какая-то часть кармы начинает реализовываться. То есть, что такое карма? Карма – это определенное ограничение, которое предусматривает вас, что вы пройдете через какой-то опыт. Этот опыт отработаете. Опыт обычно жесткий. Обычно жесткий. карма, она предусматривает определенное ограничение. И даже на уровне сна бывает отработка этого опыта. То, что вы по каким-то причинам не можете в этом мире отработать. Правило это неприятное. Бывают такие случаи, что там во сне вас стимулирует кого-то убить. И смотрят, вы убьете или не убьете. Кто-то вас провоцирует, например. Либо вам нужно проявить какое-то качество, которое в этом мире не можете. И зачастую, человек может во сне проработать ту программу, которую не можешь сделать в реальной жизни. И после определенного количества тренировок в жизни он это может сделать. Многие люди, многими с людьми это происходит, но они этих вещей не помнят. Они как бы вот с возрастом, со временем начинают какие-то вещи получаться. И мало кто понимает, что они эту тренировку получили там на уровне астрала. Чтобы попасть в сон и чтобы во сне что-то происходило, есть какие-то умения, которые есть в генетике человека. Также есть специальные существа, которые занимаются вашим сном. Вот есть такое существо, называется хранитель снов. Он занимается формированием вот этой среды. Потому что кроме того, что есть ваш личный опыт, ваш личная наработка, вам нужно создать среду, в которой вы будете работать. Вот эта среда, это пространство, в которое можете попасть, для вас должно быть открыто. И специальные существа, которым позволяют туда пройти. Некоторые пространства на уровне земли, они специально закрыты. Чтобы в них попасть, существует какое-то существо на уровне тонкого плана. Ну, это не ангел и не архангел. У них разные имена. Вот есть хранитель снов, который определенные вещи открывает. И он для вас формирует программу сна определенную. Если вы занимаетесь осознанными сновидениями, вы можете этой программой управлять. Вот если у вас еще есть, конечно, количество, определенное количество жизненной энергии дополнительных на уровне биофизики. То есть у вас есть возможность его пройти. Чтобы открыть первый какой-то замок, значимый. У вас должно быть просто, вы на момент сна, должны быть жутко усталыми. Если вы усталые, то вам дальше просто не пройти. У вас ресурсы нет. А к топливу в машине нет. То есть вам не приподняться. Во сне идет процесс очищения, процесс обучения и процесс перевоспитания, может быть. Есть люди, которые эти процессы запускают сами. Еще по поводу кармы, то есть идет какой-то уровень очищения кармы. Во сне отрабатываются некоторые программы. То есть у вас ставят такие условия, которые вас на земле не поставить по определенным причинам. То есть у вас нужно отрабатывать, например, да, ну, создать ситуацию сложно, потому что, чтобы вы чему-то научились, вы должны пройти определенную программу обучения, сталкиваясь с определенными вещами, делая свой выбор и показывая своим поведением, что вы являетесь тем или иным существом, понимаете эти вещи, не понимаете, то, что вы действуете осознанно, неосознанно, то есть вы, у вас есть четкое отношение к этой ситуации и вы действуете, соответственно, с этим пониманием. Попадая в этот уровень, у вас появляется возможность это отработать. Может быть, наверное, если вы, ну, воспользуясь своей памятью какой-то глубокой, да, вы какие-то вещи вспомните, что во сне происходили какие-то странные вещи, а потом эти вещи заставляли вас вот в этой обычной жизни как-то действовать немножко странно. У меня был случай, когда мне во сне приснили номер телефона. Я по нему позвонил, но единственное, что давно было, мне 20 с копейками лет было, и я узнал, куда я попал, мне просто ответили. То есть мне просто во сне дали номер телефона. То есть я сейчас понимаю, что его специально дали, но мне нужно было в это место пойти и в этом месте с людьми поработать. вплоть до того, что во сне вам могут дать такую информацию. То есть куда вам идти и что вам делать. Обычно это делают, дают тем людям, у которых в жизни есть какой-то смысл, и они реализуют какую-то важную программу. Тогда им подкидывают еще советы. То есть как вам, как ангелам-хранителям вам можно помочь, которые вам занимаются. То есть вас сталкивают с определенными людьми и создают определенные ситуации. Но есть проблема, что есть другие люди, у них тоже есть свои проблемы, свои ситуации. Нужно собрать людей, чтобы у них была более-менее одна ситуация, чтобы они одну программу реализовывали. Сделать это во сне уже намного проще. То есть там можно сформировать для вас среду из того пространства, в которое вы попадаете, и эта программа обучения заработает. Хранитель снов в общем-то этим и занимается. Есть такая должность на тонком плане, то есть это не ангельская сущность, но тоже достаточно высокоразвитая. И хранитель снов он вам эту ситуацию создает. С ним можно общаться, к нему можно задавать просьбы. Как-то кто-то из моих знакомых говорил написать записку во сне положил под подушку, и там все поржали. Потом я думаю, кто-то же это придумал, решил попробовать, но попробовать не чтобы посмеяться, а чтобы запустить программу. Я в смысле, что мне нужно, какая мне нужна информация, четко записал, положил под подушку. И во сне эта программа стала отрабатываться. То есть если, конечно, у вас все очень плохо, у вас будут не вашу просьбу отрабатывать, а будут отрабатывать животрепещущие. Когда приходите в больницу, предположим, вам плохо, и рассмотрит, что у вас критическое. И сначала эти вопросы решают, а потом все остальное. Так и на уровне сна. Сначала я отработка самого-самого тяжелого, а потом все остальное. Если написать просто даже на бумажке какую-то информацию, то, что вы хотите понять, отработать, переосмыслить, с чем столкнуться, кладете под подушку, и вы направляете это послание от хранителя уснов. То есть вам на уровне сна создадут программу. Соответственно, программа будет отрабатываться на том уровне, на который вы способны попасть. Если у вас есть много тонких тел, и вы можете подняться до верхнего ментала, то вы попадете в среду, где, знаете, как вы попадете в университет, в реальный университет, вы попадете в среду университета, и отработка будет очень интересной. Это будет как, ну, приключение. Это реальное приключение, где вы многие вещи поймете, где вы и, как бы, и душевно-психички отдохнете, и получите какую-то информацию, и просто проживете интересную жизнь. Ну, вот, чтобы туда попасть, у вас должны быть тонкие тела, которые позволяют подняться до этого уровня. Это у вас... Вот эти ключики, что есть на вашем тонком теле, вот, ваше тонкое тело, это много разных оболочек. Ну, видящие первого уровня, они видят просто вот эти цветные шарики какие-то. Если вы посмотри глубже, это своего рода кристаллики. Они очень сложные, кристаллики многоструктурные. Они годами людьми нарабатываются, вот, и их можно так же разрушить, украсть. То есть, такое тоже бывает. Эти кристаллики одновременно являются ключами. Когда приходите определенный уровень, эти кристаллики позволяют телу перейти на следующий уровень. Вот, когда вы занимаетесь миротворчеством, вы образуете кристаллики, которыми определенные тонкие тела развивают. Многие говорят про медитацию. Что такое медитация? Медитация, на самом деле, это наработка вот этих вещей. Вы забираете базовую энергию и преобразуете вот эти тонкие вещи. Когда они кристаллизуются, они становятся механизмом для управления. Во сне, с помощью этих механизмов, вы переходите на тот или иной слой, на котором идет эта отработка. Тот уровень, когда у вас не просто падаете и лежите в черноте, это говорит о том, что у вас просто проблемы по перегрузу. То есть этого не должно быть. Есть люди, которые не спят. Есть такие люди в мире, я услышал, читал, которые вообще не спят. У них эта программа выключается, и они как бы отдыхают, просто лежат на кровати. Это плохо, потому что нет возможности подключить вас к дополнительной программе. И программе очищения, и программе обучения. Есть даже возможность во сне вам столкнуться с вашими какими-то, ну, теми людьми, которые ушли, как говорится, в другой мир. Умерли уже. То есть у них есть возможность тоже попасть в эту зону. Например, там что-то, они в чем-то могут вам помочь. Или у вас есть какие-то недоразделенные чувства. То есть есть вот эта пограничная область, куда они могут пройти. То есть они там все время оставаться не могут, но они могут туда проходить. Соответственно, на уровне сна могут проникать существа из темных диапазонов и тоже пытаться что-то делать. Обычно они гуляют на уровне нижних слоев. То есть тогда, когда я сильно устал, раздражен, попадать нижние слои. Я как-то один раз попал в уровень близкий к нижнему острову. То есть обычно это ощущение того, что вы попали в какое-то очень жуткое место. Какой-нибудь сухой лес, какие-нибудь там голые скалы. То есть вот ощущение вот такого немножко жуткое. Если кто-то играл, может быть, в компьютерные игры где-то с монстрами. Вот это примерно такая же среда. Точно такая же. В этой среде тоже можно увидеть, что-то понять. Но там опасно, потому что можно потерять определенную часть полевых структур, которые там могут разрушить. У людей, которых очень все плохо, они во сне вот почему они кошмары видят. Что такое кошмар? Вы просто попадаете в этот нижний уровень. То есть это на уровне, как говорят, ада. Но там очень много. Слоев на самом деле очень много. Это какой-то из этих слоев. На каждом слое живут те существа, которые соответствуют по частоте вибрации этому уровню. Тонкие туда не заходят, им там делать нечего. Демонические существа вверх подняться особенно не могут, их оттуда гоняют. То есть им и пройти туда сложно. То есть попадают только в какие-то там высокопоставленные. Но им и попасть туда сложно по вибрациям. Когда человек, например, чем-то плохим занимался, когда очень сильно устал, то он может опускаться вниз. Вот если, не дай бог, человек перед сном наелся какое-то мясо, особенности такого негомовошного или плохого, выпил алкоголя, вот его в первую очередь даже не успевают почистить, его просто сбрасывают вниз в этот уровень. То есть то, что он накопил, его утапливает. Тонкое астральное тело человека становится настолько тяжелым и грязным, что его не приподняют туда. И оно поначалу падает туда. Вот если оно попадает в этот тонкий мир, часть грязи в этом мире, скажем так, снимается. То есть эта энергия, она соответствует по частоте. То есть часть этой энергии там остается и человек через какое-то количество времени поднимается наверх. Бывают люди, когда они там от страха сами делают толчок полис к энергии и выскакивают. То есть защитный механизм включается. Но это требует от астрального тела тоже определенных затрат. Задача человека, но разумного. В будущем как бы относиться ко сну, но не как вот ребенок с игрушкой, которую мы дали. Это специальная, скажем, такая область вашей жизни, в которой можно получить определенный интересный опыт. Есть такая техника, она известна, это осознанное сновидение умертал. По ней можно, наверное, познакомиться. На примере книжек Карлса Кассанеда или Роберта Мосса. То есть есть слои, в которых вы можете проживать часть своей жизни. Потому что мы спим по 8 и больше часов жизни, и какая-то часть этого времени проходится в обучении. Но обычно сны длятся не очень долго, и в основном идет процесс чистки. Если у вас на момент сна много энергии, то есть если вы занимаетесь спортом, если вы продюсируете в жизни много грязной энергии, вы можете находиться в процессе активного сна достаточно долго. Вплоть до того, что вы заснули, вы попали в какой-то, поднялись до области, и все эти 8 часов вы спите, вы находитесь там. То есть какой-то короткий промежуток чистки происходит. Потому что, чтобы вас высоко поднять, важно, чтобы вы наверх не подняли ту грязь, которую вы нацепляли на земле. То есть и вас чистят. Если вы по причинам своей осознанности и разумного поведения это уже здесь сбросили и не накопили, вы просто идете сами туда наверх. То есть в принципе можно там находиться какое-то длительное количество времени вплоть до 8 часов. Я сам редко это использовал. У меня были знакомые, у которых сон был как программа. Они засыпали, пошла программа определенной вещи. Прошло 8 часов, она заканчивается, человек просыпается, в следующий сон опять он приходит в ту точку, на которой остановился и продолжает эту сон. Ну как будто вы смотрите фильм, у которого много серий. И каждая серия это отработка. У меня была сейчас у нее знакомая, которая так вот в свое время работала, пока она жила правильной жизнью. У нее была такая способность, она от сна к сну подрабатывала эту программку. Ну как в школе училась. В идеале вы доходите до такого уровня, все можете поднять, что вы во сне переживаете такую же полноценную жизнь. Потому что что такое для вас жизнь? Жизнь это переработка, получение опыта, ее переработка, переосмысление. То есть базовую энергию, которую вы получаете от природы, превратить во что-то более тонкое. Вся ваша жизнь, вся ваша эволюция, весь процесс, это переработка какой-то базовой энергии во что-то более тонкое. Это же происходит и во сне. Но во сне есть некоторых способностей больше. Например, если у вас есть излишек энергии некоторый, вы во сне можете летать. И полет во сне дает определенные возможности. Кроме, например, возможности развлечения, это просто интересно полетает. Многие из вас хотели бы полетать. Это еще возможность развить определенные качества. Во время полета какие-то качества развиваются, они связаны с определенными духовными качествами. Но это может происходить, а может не происходить. Во сне есть возможность кое-что в себе изменить, сделать определенные настройки. Когда вы во сне осознаны, вы эти вопросы можете провести. Плюс, во сне даже можно себя полечить. Есть определенные вещи, то есть болезнь, она существует, любое заболевание, оно все раз существует на разных планах. Часть этого плана находится на уровне астрала. И на уровне астрала многие вещи можно даже починить. Вплоть до того, что вы во сне что-то сделали и просыпаетесь уже либо без болезни, либо серьезно полечен. В принципе, уровень осознанного человека это осознанное сновидение. Тогда, когда во сне вы не летите куда-то, то есть не вы какой-то, знаете, как вот, вас нападают, вы прячетесь, вас раздражают, вы что-то пытаетесь. Вы идете сами куда хотите и делаете то, что вам интересно. Во сне можно сталкиваться с существами, которые живут на этих планах и получать от них советы, получать специальную информацию. Даже можно что-то менять в своей структуре. Были интересные случаи, когда, вот если вы читали книжку Светлана Левашовой, ей во сне дали зеленый кристалл, фиолетовый кристалл, фиолетовый кристалл дали. Дали фиолетовый кристалл, в оболочке его одели. То есть, так-то его просто дать нельзя, но когда вы приходите в ту зону, где живут существа, которые обладают этими возможностями, там у них нет такого понятия, что вот купи-продай. У них есть своя миссия, и они миссию выполняют тому, кто этого заслужил. Ей дали кристалл, а с кристаллом связаны определенные способности. Я не буду долго по поводу кристалла распространяться. Вот она вышла в сон, поднялась до того уровня, которая способна была. Это, думаю, что был уровень, насколько я помню, какого-то из верхних слоев ментала. Там ей дали кристаллик в оболочке. Кристаллик — это способности. Чтобы в обычном мире способности получить, нужно очень много развивать себя каких-то качеств, много работать. Когда вы доходите до определенной грани, для вас можно взять, поставить управляющую, знаете, как вот есть матрица. Вот эту матрицу можно поставить. Вы эту матрицу можете наработать и сами. Но когда существует тонкого плана, видят, что вы уже создали среду, вот вы уже к этому готовы, у вас все собрано, детальки. А не хватает только вот этой матрицы главной, к чипу. Они вот это чип вам ставят. То есть есть специальные существа, которые за вами следят. И у них есть возможность вам в этом плане помогать. Я не говорю про магов, которые это делают сами, я не говорю может быть про каких-то там учителей великих, которые сами это делают. То есть многие люди получают вот эти вещи, определенные способности. Когда способности, знаете, бывает переходят с уровня, на котором есть, на какой-то более высокий. Они приходят, выходят на уровень сна и вот эти вещи доделывают. Это же бывает происходит, наверное, на медитациях. Тоже может происходить. То есть когда в медитации ваше сознание приподнимается. Ну, медитации, настоящего уровня медитации глубокого еще. Не многие выросли, а спать и работать во сне может любой из вас. Ваша задача, чтобы сон ваш был длинный, чтобы во сне вы не просто отдыхали, а вы обучались, чтобы во сне у вас была возможность выбора, чтобы работала ваша воля. Ну, эта техника называется осознанными сновидениями. Процессов, происходящих во сне, очень много. То есть и вот, наверное, про основные мы поговорили. Я не являюсь полным экспертом по всему, что происходит во сне, но на уровне верхнего астрала, верхнего ментала тоже поднимался. был даже в некоторых городах. Очень красивые места в верхних астральных областях планеты. Очень красивые. Я думаю, что вы таких даже на Земле здесь не найдете. Очень красивые. Где, знаете, вы ездите куда-то, отдыхнуть куда-нибудь, там, Карибы, где там природа, где там лазурные берега, вот там эти все вещи есть и они доступны. То есть для этого не нужно платить сколько там тысяч долларов, евро, чтобы вас привезли, вы прилетели, чтобы просто вы можете во сне в эти места попасть. То есть и эмоционально, и психически отдохнуть. Вплоть до того, что вы можете попасть в места, где существует такая контрастность и насыщенность энергетическая, что вы живете как в окружающем мире, так же ярко все видите. Вплоть до того, что вы можете покупаться в море, почувствовать того, что вы в море, какая теплая вода, какая она голубая, почувствовать, что от этого воды идет, как бы вот зарядиться. Вот вы просыпаетесь, кого-то вы во сне, ну не знаю, несколько дней были на море. Вот реально, то есть по по получаемому опыту он даже контрастнее, чем вы получаете в этой реальной жизни. На верхних даже уровнях астрала это существует. Когда я занимался осознанными сновидениями особенно жестко, я периодически в этих местах был. Самое интересное тогда, когда у вас набрана энергия, и вы сами пишете, чего вы хотите. Можно просто на уровне ума это сказать. И перед сном, что я хочу туда-туда-то, ну, мало ли что, люди бывают, забывают, люди бывают, свои мысли не очень выражают. Простой способ написать бумажку. Опять же, ваша бумажка, это как заявление начальнику. Я хочу, хочу, хочет он много, а дать его можно не очень. То есть, согласно этой бумажке, вам чего-то там дают. Я хочу повышение зарплаты в два раза. Я хочу съездить на Карибу. На Карибу далеко, но там, ладно, в соседний город на экскурсию съездишь. Я хочу в два раза зарплату, в два раза нет, но мы тебя отправим на этот уровень, где появляется возможность получить кристалл способности определенных. Во сне происходит еще определенный тест. Есть определенные вещи, которые, где вам нужно сделать определенный выбор. И у человека бывает хорошая возможность сделать этот выбор во сне. Если вы несколько раз во сне этот выбор правильно делаете, вам создается ситуация, что в жизни у вас что-то приходит. Вот я лично с этой ситуацией сталкивался. Много чего, но это большая очень тема сна, и он во многом связан со созданными сновидениями. У нормального человека здорового, сны должны быть яркими и контрастными. Вы засыпаете, и вы видите, все так же ярко и насыщенно, как здесь. Вы чувствуете вкус продуктов, вы чувствуете тепло воды, вы чувствуете, разговариваетесь с людьми. И если у вас повышенная энергия, вы во сне можете быстро очень бегать, высоко прыгать, летать. Есть еще такая способность перемещаться еще между уровнями. До этого уровня нужно расти. У любого здорового человека должен быть цветной насыщенный сон. Если его нет, значит у вас проблемы со здоровьем. И ее явная часть такая, это энергетическая. То есть у вас недостаточно энергии для уровня нормального человека. Вот по поводу сна, есть такое понятие, это сон здорового человека и сон больного человека. И это очень большая разница. Поэтому большая часть того, о чем я говорил, это сон здорового человека. Я вот желаю, что у вас будет сон здорового человека. И вы будете способны на осознанное сновидение. Большая тема сна. Ты фразу такую интересную сказал, что о вас будет заботиться, или я не помню суть начала фразы, это середина была, если у вас в жизни есть какой-то смысл. Да. Что ты имел в виду? Расскажи о людях, у которых в жизни есть смысл и нет смысла. Если человек живет, у него есть принцип развития. Он живет по принципу развития. Он хочет сделать из себя что-то большее. Более разумным, более мудрым, более тонким, более добрым, более интеллектуально хочет развиться. У него есть программа переработки той энергии, которую он получил на это рождение, какой-то более высокой формы. То есть тонкое понимание эволюции, есть какая-то простенькая. Вот я по простенькую часть рассказал. Простенькое понимание. Если есть такая программа, то и вам будет предлагаться во сне определенная программа ее реализации. Если этой программы нет, если вы живете как разумное животное, доброе, хорошее, но разумное животное. Поесть, попить, поспать, дети, все. То есть делать детей, чтобы их там приправить. Вы на этом уровне, вы будете на этом же уровне обрабатываться во сне. Смысл вас поднимать выше, смысл вас пускать куда-то выше на уровень верхнего астрала, смысл вам показывать какие-то волшебных животных. Знаете, что на некоторых слоях живут еще такие чудесные животные, они очень красивые животные. Причем вот у нас на Земле животные, они, ну как сказать, друзья чекают, бегают, там чуть-чуть тяпкают, там они разговаривают, но они не являются людьми, они являются именно животными, то есть развитыми животными. Они очень красивые. При столкновении к таким животным вы, наверное, вот так вот кошечку хотели бы завести, вот такого животного в себе в жизни бы завели. Это очень интересные животные, и они могут дать вам очень интересный опыт общения с миром. Такие вещи, которые на Земле не получить. Есть места в космосе, где эти существа живут, то есть в физическом плане. Потому что в принципе остался тоже своего рода план. Он тоже имеет материальность. Есть в космосе планеты, где такие существа живут. Есть существа, которые живут именно на астральных, на высокоментальных областях. Есть очень красивые животные. Вы даже удивитесь, что такие существа бывают. Если вы когда-нибудь удивлялись так широко, открывали рот, вы их увидите, вы так вот откроете. А может быть 70 лет, но когда вы такое увидите, это очень-очень интересные существа, они бывают смешные, они бывают очень красивыми. Мне просто таким приходилось сталкиваться. Я даже с одним существа дружил. Время пока способно его туда подниматься. Большая очень область для насыщенной жизни, вам скажу. Если вы никогда не были в верхнем астрале, то вы, как говорят люди, вы не живи еще. Про нижний пару слов расскажу. Что-то Лена. Далее. Да, периодически очень красивых животных вижу и до сих пор под впечатлением, когда однажды я увидела огромный тарун лошадей, они очень большие были, высокие. Просто я вот такая, а они вот такие, очень красивые. Вот их энергия, они такие мощные, красивые. Говорили? Говорили? Правда. Нет, они не говорили, но встречались мне и говорящие животные. Много рада. Я столько всего перевидела, что она... Я ничем не удивлюсь. По поводу животных еще маленький вам секрет. Если читали Библию, не ту Библию, которую стащили у тех, кто действительно говорил эти слова. Которую недавно придумали. Да, которую придумали. 12-13 век она писалась. А те слова, которые действительно были сказаны, и они задокументированы, эти древние документы, они есть. И там описывалось, как земное существо, не помню, там кто-то из евреев, его поднимали вот в эти миры, где живут эти боги, и он имел возможность посмотреть на божество. И я однажды читала в Библии описание этого божества. И вот он там сидит на троне, и по четыре части у него, значит, какие-то валы, а сзади какой-то лев, и здесь два орла. Не встречали этот кусок? И, значит, эти сидят тут, где какие-то синицы курлыкают, а здесь четыре кошки с рогами, и они мычат. И, короче, он всё это описывает. И я думаю, просто какой-то вообще сумасшедший человек. Но если всё это представить себе, сидит себе человек на троне, и вокруг него тут пищат, кричат, какие-то пингвины подхрюкивают. То есть полный кошмар. А потом, когда уже стала сама развиваться и смотреть, как это, что происходит, из чего на самом деле состоит человек, про рыбку, я вам рассказывала в прошлый раз. Помните? Рыбка, которая поглощает всё негативное, с хвостом, которая уже у меня выросла, тяжёлая, то есть надо спортом заниматься, чтобы рыбку носить. Сегодня я расскажу про животных. Человек – составное существо. Если вы убиваете корову, едите её мясо, забудьте о том, чтобы прикоснуться к вашим предкам-славянам, у которых священное животное, корова Зимун. Это такая корова, у неё большие рога, она сидит вот в такой позе, вот там, как этот Будду рисует. На троне? Где не присматривалась, но она вот может сесть, у неё ножки там сгибаются, у неё два огромных рога. Это не рога, это антенны. Они настолько, вот такие два большие, они настолько огромные и мощные, что на эти рога можно, из них вырывается луч и можно дозвониться до наших предков. То есть, если вы хоть раз убили корову, в вашей программе записано это убийство, ваше тонкое тело, там лежит этот ошмёток коровы, который воняет метров на 50 для развитого человека, и не придёт к вам эта корова Зимун. Как я увидела и узнала, я видела других животных, они постоянно являются составной частью человека. Ну, допустим, у нас был такой диалог с Радомиром. Радомир сам не пришёл, это очень важное существо, только его называют сейчас Иисусом Христом, пришёл его внук, который сейчас воплощён на земле, и пришёл не его внук, пришла часть его сознания. Что это такое? У развитых людей, внутри оболочки, несчитанное количество живых существ, он сам никуда не ходит, как я, это существо. Он их посылает, поэтому они везде, он их может послать куда угодно. Они приносят ему информацию, он её считывает, и вот он является таким аккумулятором информационным. И вот приходила часть сознания, у Радомира есть внук, который воплощён сейчас, и в Европе он сказал, где он, не сказал где, да, но он сказал, что он воплощён, приходила часть его сознания, то есть приходило то существо из его оболочки, которое его наполняет. Так вот, только чтобы это существо могло приземлиться в нашем волшебном Подмосковье, нам потребовалось полтора часа, чтобы сделать ему площадку для приземления, то есть настолько развитые существа. Григорий работал с этой площадкой, потому что он приземлился, ему нужно место, где он смог бы, так скажем, испускать ту чистоту на языке света, которую Григорий мог перевести вам в речь. То есть так происходят ченнелинги, там рассказывают подоплёку, подноготную. А я работала как настройка тонкая, то есть я сидела и ловила вот этот канал у меня, потому что есть оборудование соответствующего плана. И я смотрю, вдруг вот с того, что прилетело, корова спускается, а я не читаю эти там трактаты, я про корову Зимун вообще ничего не вижу. Смотрю, спускается корова. Я всего навидала, думаю, ну корова это вообще интересно. Она спускается, вот её голограмма, она вошла в мою структуру. У него здесь такие огромные рога, и на рогах висят украшения, как, знаете, наши в древности славянки носили, на ушах или где-то они тут носили. А, вот эти кокошники были, спускались, вот что-то они здесь надевали, они же не просто так это делали. В общем, на эту корову, когда она вот в голограмму вошла, у неё два рога, я помню, что я даже встать не могла несколько часов с этого кресла, потом после этого ходила, но вот девочки меня помнят, настолько тяжёлая она как, тяжёлая, большая энергетика приходит. И у неё такие украшения, которые являются, два основных рога, основной канал, и украшения являются тоже сонастройкой, то есть когда приходит сигнал на оба рога, и они начинают звенеть. И вот от того, что они звенят, вот этот основной канал, он разбирается на маленькие каналы, и Григорий может улавливать эти частоты, переводить в речь. То есть если вы увидите Ченнелинку с родомерами Иисуса Христа, вы увидите наши лица, как мы там сидели полтора часа, только настройка, потом ещё три часа диалог шёл, и мы выходим гулять, и я говорю, девочки, а у нас что в славянстве коровы-то делают, я не знала, то есть эксперимент чистый. И они говорят, ну как же, Лёня, ты сказал по-моему, да? Лёня говорит, ну как же, Лен, ты это прям необразованная, говорит, у нас же типа священное животное, корова зимун. Я говорю, Лёня, действительно корова? И нарисовала им на снегу, говорю, как вот на снегу. Лёня говорит, так её и рисует, говорит, ты прям, Лена, как, не знаю, откуда пришла. Я к чему? К тому, что человек составное существо. Корова ушла, когда закончился диалог, но у меня остались её конструкции. То есть если теперь нужно где-то быстро с кем-то связаться, посадить Григория, как переводчик, сможет перевести, посадить меня, как антенну на стройку, и понадобится уже там 30 минут, чтобы эта корова спустилась в голограмму, что рога остались, они не убирают. Люди будут продолжать эту же деятельность, конечно, если бы я стала водку пить, её забрали на следующий день, потому что это несовместимые вещи. И вот до сих пор вот эта голограмма коровы есть. Она спускается в скафандр, в оболочку этой коровы, садится там в свою медитацию, настраиваются рога, включаются вот эти. И в комнате вам один раз вот будем ещё проводить, если вы в адеквате будете, потому что мы приглашаем только тех людей, которых нет конструкции, несущих демоническую природу. До этого надо, про проект ещё не рассказала. Я подумала, Григорий, как ты думаешь? Извините, я всё время перескакиваю с одной темы на другую. Мужчина, наверное, так вот Игорь сидит, тоже думает, когда закончится мысль. Я тебя благодарю про проект. Вот сейчас у нас есть раскрещивание. Это 10% от работы. В основном я демонтирую конструкцию, несущую демоническую природу, именно поэтому у людей так меняется жизнь. Свобода наступает, вот ты питаться нормально стала и перестала усилия к этому прикладывать. Что-то вдруг случилось. Я подумала, что есть люди, которые ещё не готовы отказаться от христианства, то есть им обязательно нужен пастырь, чтобы они чувствовали себя вот в его полевой оболочке защиты, вот может как раб или как друг, я не знаю. Иллюзия защиты. Может быть так, но может быть предложить людям в качестве проекта не раскрещивать их, пусть они проживут ещё вот какую-то жизнь в таком состоянии, ничего страшного. Я подумала, что если демонтировать конструкцию, несущую демоническую природу, то им будет легче жить даже с христианством. Я подумала, что я в принципе уже к этому готова и наверное в ближайшее время не хотите раскрещиваться, не надо, мы сделаем отдельный проект, вы сможете также получить услугу, я буду хотя бы демонтировать вот этот сатанизм, который на вас. И христианство, это вот такая часть, не хотите, не надо. Но если демонтировать этот сатанизм, вы уже измените. Если он дальше будет продолжать жизнь, то не будет. Христианство очень маленький демон. Он, знаешь, как тебе сказать, ты его даже серьёзно не рассматриваешь. Ты знаешь, как вот, не знаю, сатана и вот его волос на его большом пальце левой ноги. Им даже не разговаривают. Это для такого низкого уровня развития существ христианства, что это даже вообще. Вот когда будете расти, вы будете видеть как божественных существ, так и демонических. Когда поймёте, что всё едино, я не говорю, что Бог и дьявол едины, там сложные взаимосвязи, о них вам расскажет Григорий. Я говорю о том, что, чтобы что-то разрушить, нужно существо, чьей сутью является разрушение. И нужно что-то построить, нужно существо, чьей суть является созидание. И это очень процессы настолько разные, что на определённом этапе есть смысл их делить. На следующем этапе есть смысл их соединять. Ну, вы, допустим, когда очищаете свой организм от глистов, вы же их, по сути, убиваете. Давайте говорить честно, не будет двойных стандартов у нас. Вы, по сути, являетесь убийцами глистов. Но они зашли в ваш дом без приглашения, не понимают, что нужно выйти, у вас нет другого выхода, поэтому вы без эмоций их убиваете. Давайте не будем говорить, что мы такие хорошие, никого не убиваем. Так вот, если вы будете честными по отношению к себе, вы поймёте, что у вас есть сущность, которая убивает, у вас есть сущность, которая созидает. Что мы делаем здесь на планете? Сущность, которая убивает, она настолько яркая и разнообразная, что нужно научиться просто держать её под контролем и убивать тогда, когда нужно убивать. Допустим, кто-то вам нахамил, и нужно убивать этого человека. Нужно разобраться в сути хамства, в причинах, которые толкнули на хамство этого человека. Подумать о том, как ему помочь, как помочь себе. Сто дней подумать и только потом прийти в ответ нахамить. Или не нахамить. Всё-таки нахамить. Я пытаюсь, чтобы вы улыбнулись. Обдуманно нахамить, я не знаю. Или, может быть, ваше хамство поможет вывести его на какой-то уровень. Я не сторонник этого. Когда сто дней проходит, как правило, вы понимаете, что сказать человеку, чтобы он лучше изменился. Или избегать его, если он сделал выбор хамства, но вы не хотите с этим сталкиваться. Я к тому, что свою демоническую часть, которая убивает глистов, которые у вас живут, не строите там люди, что кто-то приходит, убивает, делает работу. Вы являетесь и богом, и дьяволом одновременно. И пока, что такое самоконтроль? Что такое контроль эмоций, контроль ментала? Научитесь контролировать своего дьявола. Вот пока он не в контроле, с этим очень сложно. Про проект рассказал, я расскажу про нижний астрал. Всё к этому и вело. Игорь. По поводу нового проекта. Мне кажется, что таких фланатичных христиан, которые осознанно хотят там находиться, по-моему, сюда не доходят. Это мы все по привычке, когда там пребывают. А с другой стороны, вот эта готовность к распрещиванию, она является неким таким тестом готовности человека развиваться. Ты прав. Оно останется, а раскрещивание никуда не денется. Просто есть люди и есть разные круги по доступу информации. То есть я подумала, что есть те люди, которые пока ещё готовы быть в христианстве, но если с них снять этот демонизм, как услугу им организовать, то им уже легче жизнь станет. Их никто не пустит. Допустим, в разумное человечество их никто не пустит. Потому что здесь только те, вот мы провели первую встречу, среди вас были те, кто на следующий день написал, «Лена, раскрестите меня». И уже через неделю, когда он раскрестился, он стал другим человеком. Уже можно дальше информацию сбрасывать, дальше работать. Есть среди вас те, которые ещё не готовы к этому. Ничего страшного, это нормально. Есть люди, которые любят ошейник, топор, спине. Ты их права? Это ваше право, да. И это тоже нормально. Это ваш выбор на данный момент. Вы поймите, мы не те люди, которые говорят, что вы плохие от того, что вы христиане, или хорошо от того, что вы раскрестились. Мы вам говорим. Вот, информацию, её можно получить на таких условиях. Хотите выполнять условия, получите информацию, получите доступ сюда, сюда и сюда. Не готовы? Хотя бы уберите вот это, снимите эти конструкции, несущие демоническую природу, хотя бы, может, начнёте меньше хамить в семье. Или меньше злиться на своих сотрудников, которые будут больше вас любить, и у вас наладятся дела в фирме. Или меньше ненавидеть своего партнёра. Вы думаете, что вы можете быть хорошей. Есть вот такая тоненькая деталь, которая его ненавидит. И эта тоненькая деталь портит вам весь бизнес. И вы об этом не знаете. Думаете, что у меня вообще в бизнесе происходит? И вот за таких мелочей складывается жизнь. Если вот убрать этот демонист, допустим, он будет христианин, пусть ещё побудет рабом Божьим, но он хотя бы начнёт соображать. Потому что, когда я увидела, что это только 10%, я долго думала, Игорь, ты не представляешь, что мне стоило это решение. Но когда я увидела результаты, Ленин результат увидела, вот твой, сейчас люди один за одним, какие-то люди новые пошли, не знаю, что происходит, наверное, мы, может, на какой-то новый этап вышли. У вас вот такие, раньше это были результаты по чуть-чуть, а сейчас, Лена, ну как жизнь после раскрещивания? Да ну твою раскрещивание, у меня полностью изменилась жизнь. Ну в смысле, она раскрестилась, говорит, Лена, это такая мелочь, по сравнению с тем, что у меня изменилось, и говорит, просто пришла на раскрещивание. А сняли вот этот демонизм, который 90%, 80% несет конструкцию на себе, и человек уже, поменял же, я говорю, не до раскрещивания дойдут. Мне уже 6 или 7 раз сказали, просто вас раскрещиваю не я, вас раскрещивают те, кто стоит за моей спиной, и когда мы раскрещиваемся, у нас потом час беседы, вас осматриваю не я, вас осматривают те, кто делал работу, а я просто являюсь как переводчиком словесным, вы задаете вопросы, они отвечают на вас через меня, и я слышу, как они разговаривают, и мне несколько раз уже говорили, что Лена, христианство, это малая часть того, что мы снимаем с человека, поэтому так резко меняется у людей жизнь. Поэтому я подумала, Григорий, что это неплохой проект, но это даст им возможность чуть более осознаннее жить, чуть меньше ненавидеть своих партнеров, ругать сотрудников, выхамить в семье, или как-то... Для тех, кто не готов поменять грязные носки, хотя бы поменять использованный пампер. Ну, вот так. Я подумала, что это неплохо. Что вы думаете? Плохо в отдельности, если все хорошо, то сможет. Потому что я смотрю на родителей, ребят, которые приходят. Вот мама пожилая, но вот в годах, она говорит, ой, нет, нет, с христианством и умру. Вот так мне тяжело живется. И я вижу, что я вот это сниму, она уже лучше соображать станет. Да, ну и вот это христианство, она начнет правильно питаться, чуть-чуть бегать. Да, потому что это сильный шаг. Именно поэтому вот эта маленькая группа, которая сейчас есть в РЧ, уникальную возможность иметь, уникальную информацию, уникальный доступ к некоторым вещам. То есть я подумала, что если мы начнем делать вот такие проекты, мы сможем расшириться. И пусть эти люди получают информацию и говорят, ну что, как ты думаешь, это правильно? На каком-то своем уровне, где-то вот там дальше. Но их будет больше. Меньше будет зла в семьях, меньше будет зла в фирмах, меньше будет зла на работе, на улице, в метро. В подготовительные курсы, прежде чем куда-то пойти, да. Потому что те, кто вот сейчас в РЧ, это редкие люди, по крупицам собранные из разных стран. Это не только те люди, которых вы видите. У нас есть люди практически в каждой стране, в Плодоавстралии. По многих, да. В Новой Зеландии нет, наверное, никого. Но эти по крупицам собранные люди приходят уже на, вот скажем так, в аспирантуру. Еще же есть университет, еще есть школа, детский сад и ясельки. Поэтому я думаю, что это хорошо. Ну, это уже следующий уровень для тех, кто здесь. Вы заснаете вот эти демонические конструкции и раскрещивания будут следующим шагом проще. И об этом же я говорю, да. То есть, и многие люди, раскрещивание для них это, ну, очень радикальный шаг. А вот снятие вот этих демонических конструкций, они это хотя бы понимают. Мне кажется, что многие люди, это очень высокий информационный уровень. Допустим, поиграть с религией, может, там, раскреститься. Полгода пожил, некрещеный, вы же можете пойти опять покреститься, он кого вас держит. А в следующий раз, когда приезжают второе, что раскреститься, сумма немножечко вырастет. Просто одну и ту же работу делать не всегда интересно. Потому что они понимают демоны. О, я понимаю, в шестианстве есть демоны. Хотя бы так. Я думаю, еще хотела спросить. Сейчас мы пойдем поздравлять с днем рождения. Там уже приехали подарки. Приехали подарки? Кто знает? Вот туда. Ну, едут они, да? Ага. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok